ПВЗ Дич приветствует вас! Второй чемпионат зомби добрался уже до экватора, и мы сегодня станем свидетелями битвы последней пары четверть финалистов. В конце видео станет известно название команды, которая заберет последнюю путевку в полуфинал, и можно будет приступать к апгрейду сборок перед следующим кругом. Все обновления команд, естественно, я опубликую в телеграм-канале, так что если хотите поскорее узнать, какие зомби добавятся к текущим составам, то подписывайтесь на телегу, ссылка в описании. Также там найдете ссылку на Бусти, где завтра стартуют полуфиналы мини-чемпионата растений, так что кому уже не терпится вернуться к турнирам именно растений, оформляйте подписку на Бусти. Ну а теперь мы переходим к сегодняшнему сражению, в котором сойдутся два протектора. Команда Фаер Шоу против команды Как достать соседа. Начинает сражение Фаер Шоу, которое собрал Валерчик. В этой сборке обычная версия протектора, и мы видим, что ультоматы почти мгновенно расправляются с трактором. Оставшись без прикрытия машины, остальные зомби тоже достаточно быстро испытали на себе жар ультоматов. Дольше всех держались аркадные толкатели с их автоматами, но и им в итоге досталось. Фаер Шоу в этом раунде погорело. Как я уже сказал во вступлении, сегодня у нас битва протекторов, поэтому и во второй команде, которую собрал Realm Games, присутствует этот трактор. Но в отличие от первой команды, здесь протектор-ветеран. Ему удается на некоторое время обеспечить прикрытие остальным зомби, среди которых был опаснейший факир. Огненному зомби не удалось прорвать оборону, но один ряд помидоров он спалил. Далее зомбарям для прорыва обороны придется атаковать растения в ближнем бою. И если бы не трактор с увеличенной прочностью, то вряд ли бы импы смогли дойти до косилок. Однако версия ветерана помогает протектору до последнего прикрывать братьев своих меньших, и вся эта кампания нападает на последний оплот обороны растений. Первая команда неудачно стартует в турнире, а вторая наоборот взяла максимум. Отправляемся во второй раунд, в котором особо ценными являются фланговые полосы. Прикрывают их всего лишь обычные горохострелы, да слабенький тростник оказывает какую-то мизерную помощь. А вот по центру зомбарям приходится не сладко. Теневой горохострел достает всех зомби разом, но хитрый фокусник спасает мага, телепортируя его на фланг. Волшебник тут же выводит из строя горохострел напротив себя, ну а остальные зомби почти все погибают на центральной дорожке. При этом маг по-прежнему в опасности, ведь его атакует тростник. Пусть урон наносится небольшой, но колдун был изначально хорошенько потрепан теневым горохострелом. Пока что маг продолжает шествие вперед в надежде на то, что успеет заколдовать и тростник. Вот только колдует он совсем не туда, куда нужно, что и становится его роковой ошибкой. В команде «Как достать соседа» нет зомби, способного отправить трактор на фланг. Хотя не факт, что оно и надо, ведь фланги прорвать попытаются сиамские близнецы. Правда, после разъединения они имеют всего лишь 190 хп, а так как скорость их передвижения выше, чем у прикрывающего протектора, то они выходят за пределы щита, и, конечно же, горохострел этим пользуется. Данной сборке тоже не удается прорвать более дорогие фланговые полосы, но зато с центром тут полный порядок. Редко кому удается совладать с джеком и теневым горохострелом, команде «Как достать соседа» это удалось. Снова первая сборка получает баранку, а вторая на этот раз довольствуется одним баллом. Третий раунд тоже создан с оглядкой на команды, атакующие не только по центру. Тут важно нести угрозу вообще по всей лужайке, и если удастся активировать хотя бы одну крайнюю косилку, то разом можно забрать 4 балла. Фокусник при определенном везении может туда кого-нибудь отправить, но с первого раза у него получилось телепортировать трактор только на фланг. Маг в это время помогает прорывать центр, ну а затем фокусник снова использует телепортацию, и на этот раз зомби отправляется на желанный край. Теперь главное, чтобы Горохопульта его там не прибила, а она ведь достает аркадного толкателя даже на краю. Правда жить ей оставалось недолго, тут и маг колдует, ну и фокусник на всякий случай доставал голубя из шляпы. При этом фокусник тоже отправился на самый край, а это значит, что помешать набрать тут 5 баллов команде может только чудо. Даже если бы волшебника задавила косилка, и все растения снова вступили бы в бой, все равно у них не было бы толком времени на ликвидацию угрозы. Снова повторюсь, у команды «Как достать соседа» нет возможности атаковать самые крайние полосы, максимум, на что способны зомби из этой сборки, это атака трех центральных линий, а все эти линии оцениваются в данном раунде в 1 балл. По центральной полосе у них вообще нет никаких проблем. Факир под прикрытием щита протектор легко защищает полосу, ну а дальше сыграет роль способность сиамских импов разделиться от наезда косилки и прыгнуть на соседние полосы. Они не погибают, как та же пиратская пушка при наезде косилки, они приносят еще 2 балла. Соответственно, фаер-шоу получает все 5, а как достать соседа, только 3. Раунды с флангами позади, теперь проверка на скорость прорыва пассивной обороны. Расположение и спавн зомби в команде фаер-шоу максимально не подходит к этому испытанию. Все они спавнятся на максимальном расстоянии от препятствий. Фокусник немного тут помогает, но это настолько незначительная помощь, что даже не хочется на ней акцентировать внимание. Маг тоже не сказать, что облегчает задачу. Если бы он как октозомби атаковал исключительно перед собой, то одно дело. А так он сейчас начнет превращать в овец растения на полосах, где даже не осуществляется прорыв. Фокусник продолжает раскидывать товарищей по разным полосам, и это тоже в какой-то степени минус. Хотя сейчас он сгруппировал трех зомби, включая себя на нижней полосе. Плюс ко всему призвал голубей. Но как же тупо они выбрали цели. Один вообще улетел порожняком, а два других вцепились в растения на самой бесполезной дорожке. Максимально кретинское выступление от фаер-шоу. Они до сих пор не преодолели даже два из четырех препятствий. Вот только сейчас маг очнулся, и зомби пошли дальше. К этому моменту стоит только один вопрос. Удастся ли этой команде зацепиться хотя бы за один балл? У них осталось совсем немного времени, не представляю, как можно пройти еще через два ореха за 10 секунд. Но видимо фаер-шоу решила собраться и наглядно отвечает на мой вопрос. Один орех проклят, а второй унесен. И вот зомбари действительно на последних секундах цепляются за один балл. У второй команды дела должны быть получше, так как тут присутствует факир. Он и быстрее, и атака у него мощная. Пусть она и не настоящий ваншот, но все-таки урон у пламени очень большой. А еще я должен сказать, что сиамские близнецы до своего разъединения имеют укус в четыре раза мощнее, чем у обычных базовых зомби. Соответственно, в случае с совсем уж прочными преградами, этот факт будет неплохим подспорьем. Например, сейчас они уже помогают факиру уничтожить тандем голографического ореха и тыквы. На самом деле достаточно слаженная работа, и она позволяет перейти к следующей преграде. И тут тоже пара укусов должна сократить время нахождения древнего стена ореха. Перед командой остается самая прочная стена, и вновь близнецы оказывают свое влияние на скорость уничтожения ореха. Внезапно возрождается голограмма, но на самом деле останавливает она только и так бесполезного дракончика. Факир же за счет дальности атаки все равно достает высокий стен орех, и вот уже наступает логическое завершение раунда. Этот результат позволяет заработать три балла. Ну а фаер-шоу кое-как с горем пополам зацепилось за один. Их соперники, как я только что сказал, берут три. На очереди магическое испытание. У фаер-шоу имеется зомби, который не подвержен атакам всех трех растений в этом раунде. Но как и любой другой подобный зомби, он может погибнуть от атак загипнотизированных коллег. Соответственно, нужно не дать ренегатам добраться до иллюзиониста, с чем успешно справляется протектор. Благо под гипноз попал совсем слабый базовый 8-битный зомби. В это время волшебник продолжает выводить из строя растения, на лужаке остается только капуста, которая завербовала протектора. Но на этот раз трактор встречает сопротивление более прочного зомби и отправляется на свалку. Фокусник же решает перебраться в более безопасное место, чтобы ему не угрожали даже загипнотизированные зомби. Хотя, учитывая, что маг наложил проклятие на последнее растение, опасности для него уже нет никакой. Но в этот момент я увидел, что конус под гипнозом собрался дойти до волшебника. И это может вернуть все растения в бой. Благо колдун оказался более стойким и вроде бы победа в кармане, но нет же, фокусник не ищет легких путей. Он отправляет товарища прямо под колеса косилки, все растения реально вернулись. Нависла угроза поражения зомби, как вдруг фокусник сам же все и исправил. Какой же он все-таки поехавший! Этот раунд можно было пройти без всяких проблем. Но нет, надо 10 раз все усложнить и затем самому же все исправить. Сейчас коллега фокусника по цирковому цеху попробует показать, как нужно проходить этот раунд. Факир молниеносно добирается до гипногриба, а вот далее все зависит от гипнокапусты. Один выстрел в неправильную цель и пиши пропало. Что ж, капуста не подвела. Цель не просто неправильная, она худшая из возможных. В общем, факир должен сказать спасибо капусте за эти легкие очки. Обе команды набрали в пятом раунде по 5 баллов. Впереди команда ожидает сражение с зомбоидами. И тут как нельзя кстати будет щит протектора. Он какое-то время защищает зомби от атак индиек. Правда они там группируются и в один прекрасный момент вся эта толпа разом нападет на зомби. Пользуясь задержкой, фокусник отправил мага в самый тыл к растениям. И волшебник быстро вывел из боя пару индика пульт. Правда потом попал под колеса косилки и растения вернулись, но зато один балл он команде принес. На правом же краю лужаки происходит что-то совсем неприятное для зомби. На двух нижних полосах и вовсе им уже ничем не помочь. Нашествие соевых мертвяков смело восьмидитных противников. Надежда на прорыв имеется только на верхней и на центральной полосах. Причем на верхней мне кажется шансов побольше. Там даже маг до сих пор сохранился в живых. Правда толку от него, как от дохлой кобылы. Ведь этот старый маразматик превращает в овец растения на дорожках, где нет его товарищей. К его счастью остальные зомби не настолько глупы и атакуют цели перед собой, попутно защищая этого остолопа от нападения зомбоидов. Как итог, наверху действительно все идет к прорыву. Одна индейка пульта не успевает отбиваться от такого количества врагов. А вот в центре уже аркадный толкатель никак не может склонить чашу весов в свою пользу. Его автомат вот-вот развалится. Ну и сам он тоже изранен и измучен. Скоро эта пытка для него закончится. Фаер-шоу удалось активировать только две косилки. И снова я должен сказать, что у второй команды все гораздо проще. Тут идеально сочетается факир и протектор ветеран. Один останавливает всех растительных врагов, а второй легко их сжигает. В то же время команда безостановочно продвигается вперед и уже почти добралась до первых растений. Нельзя не отметить и вклад, который вносят сиамские близнецы с их усиленным укусом. Вот уже и начинают пропадать стручки с газона. Шансов на сохранение обороноспособности у растений все меньше. На центральных трех полосах и вовсе остались только индейка пульты. Да и они там тоже ненадолго. Эту команду зомби уже не остановить. Фаер-шоу набирает только два балла. А как достать соседа берет все пять. Разрыв между командами увеличивается. Седьмой раунд состоит из растений с пронзающим действием. Для команд, состоящих по большей мере из скилловых зомби без какой-то повышенной прочности, такое испытание очень опасно. Щит протектора не защищает мага и фокусника от пронзания, да и аркадный толкатель не самый крепкий мертвяк. В общем, тут количество зомби сокращается буквально на глазах и никто из них даже не смог приблизиться хотя бы к одной косилке. Последние восьмибитные мертвяки сейчас отправятся вслед за всеми остальными. Это полный провал фаер-шоу. Протектор-ветеран, в отличие от своей более слабой версии, обладает хорошим запасом прочности. Да и факир тоже достаточно живучий. Ну а в сочетании с повышенной скоростью, он имеет все шансы на то, чтобы осуществить прорыв самостоятельно. Быстро уничтожив две гряды растений, зомби значительно сократили их атакующий потенциал. Соответственно, это позволило им добраться и до третьего ряда, который тоже спалил факир. Кстати, на нижней полосе его самого настигла смерть, но там остался протектор. В итоге первая команда осталась без набранных очков, а вторая снова взяла все пять. Вот теперь отрыв уже существенный. Позади почти половина сражения, а у Фаер Шоу пока что не получается показать нам, за счет чего эта команда может перевернуть ход битвы. Хотя в раунде с первой полосой препятствий у данной сборки есть небьющаяся карта в лице протектора. Дело в том, что ямка не может утянуть трактор в свои недра. Была тут опасность того, что колючки развалят драндулеты, но на этот раз маг оказал посильную помощь и заколдовал все опасные шипы. Протекторы получили совершенно безопасный путь к косилкам. Все пять дорожек совершенно точно будут прорваны. Однако, как вы понимаете, отыграть хотя бы что-то в этом раунде Фаер Шоу не сможет, так как и во второй команде имеется свой протектор. В игре иногда бывает так, что некоторые юниты в простой и ветеран версиях по-разному реагируют на одни и те же растения. Можно было бы понадеяться, что протекторы ветераны подвержены атаке оливки, но нет, они так же, как и обычные тракторишки, проезжают дальше. Ну а за счет повышенной прочности они даже не нуждаются в том, чтобы кто-то ликвидировал шипы под их гусеницами. Они и сами могут доехать до финиша. В этом раунде обе команды набрали по 5 баллов. В раунде с ядовитыми растениями Фаер Шоу может ожидать повторения сценария раунда с пронзанием. Шляпка имеет схожее действие, только вдобавок еще и отравляет. Единственное отличие, атаковать она начинает на более короткой дистанции, но зато она не подвержена превращению в овец, и поэтому волшебник тут снова толком не поможет своей команде. Один попытался активировать косилку самостоятельно, когда его телепортировали, но получил смертельную дозу отравления и сгинул в паре шагов от заветной цели. Фокусник также попытался телепортировать протектора, однако даже машина не выдержала атак шляпки и тоже развалилась, не доехав до косилки. К этому моменту яд уже распространился почти на всех зомби, и многие из них начали погибать. Появляющиеся 8-битные мертвяки, наверное, с удовольствием вернулись бы в свои автоматы, так как шансов против яда у них нет. Несмотря на разную броню, для шляпки они все на одно лицо. Ситуация на лужаке потихоньку проясняется. Сейчас остались фактически только аркадные толкатели и все, что они с собой притащили. Даже когда шляпки активируют свою неосезаемую форму, они все равно наносят достаточно урона отравлением для того, чтобы зомби погибли, не доходя до косилок. В общем, тут особо и сказать больше нечего. Ни одна косилка не тронется с места. Если первая команда действительно выступила в этом раунде, как в раунде с пронзанием, быть может, вторая тоже последует ее примеру. Вот только Факир и компания тогда набрали 5 баллов, и сейчас они тоже могут это сделать. И снова за счет Факира. Сжечь два ряда растений у него не составляет труда, а вот со шляпкой так легко разделаться не получится. Придется пройти мимо нее и надеяться на выживание. Если бы Факир был менее прочным или менее быстрым, то вряд ли ему удалось бы выжить. Но имея сразу два этих усиления, он все-таки добрался до косилок, но только на трех из пяти полос. Остальные две остались под вопросом, и совсем не факт, что два трактора доберут оставшиеся два балла. Нижнему это удалось, а верхний неожиданно развалился в миллиметре от цели. В итоге первая команда снова провалилась, а вторая набрала 4 очка. Теперь уже дело запахло разгромом. Либо Фаер Шоу сейчас соберется, либо этой команде светит досрочное поражение. Благо в раунде стана максимальная опасность угрожает командам на ближней дистанции. А так как волшебник может устранять растения на расстоянии, то в таком случае у зомби появляются хорошие шансы на прорыв. Протектор сейчас принимает весь урон на себя, а зомби в тылу накапливают силы для атаки. Вот если бы маг еще атаковал по центру, то тогда у растений вообще не было бы шансов. Но волшебник сначала решает вывести из строя блокали, и только потом дойдет очередь до мортиры с ромашками. Все же в любом случае, так как колдун находится в тылу, до него снаряды растений не долетают. Только время от времени он парализуется ядовитым облаком. В остальном же у него все карты на руках. И рано или поздно все растения окажутся прокляты. К данной секунде в строю остались только ромашки. Они сопротивляются, травят зомби, но всем ведь ясно, что шансов у них никаких. В Фаер Шоу удается устроить здесь прорыв по центру. В полуфинале на этот раз я заменю данный раунд на другой. Заменю не полностью, а частично. Чуть позже расскажу подробнее. А сейчас мы смотрим, как Факир снова расправляется с одним растением за другим. Спалил сначала дуэт маслютика с лозой, вышел на дистанцию атаки мортиры, и вот уже только ромашки остались в центре. Вместе с Блокали они немного отсрочили прорыв, но только немного. Факир очнулся, доделал свое дело, и вот он, путь к косилке свободен. Там еще и импы атакуют Блокали, причем Блокали их достать не может. Это полный разгром растений. В десятом раунде команды выступили на отлично. После стана идет раунд с заморозкой, и вот тут-то я продолжу тему замены раундов. Дело в том, что в этом раунде тоже присутствует стан, да и замедление из той же песни. Все это можно отнести к одному испытанию, что я и собираюсь сделать в полуфиналах. Там вместо двух отдельных раундов будет один объединенный с заморозкой и другими видами стана. Посмотрим, что из этого получится, а теперь вернемся к нашим сегодняшним командам. Фокусник уже телепортировал мага на верхний фланг, туда же отправил и толкателя, ну а сам решил спуститься пониже. Таким образом зомби атакуют по трем линиям, и всех их прикрывает протектор. Правда они уже вошли в зону поражения Зева, так что защищаться щитом не получается. К тому же щит и вовсе отключался. Арбузы тоже какое-то время достигали цели, хотя и недолго, ибо протектор врубил энергощит обратно. А спустя какое-то время маг вывел из боя дракончика, так что осталась одна арбуза пульта, которая тратит свои снаряды в холостую. На нее тоже вскоре нашлась управа, и вот теперь фаер шоу набирает 5 баллов без сопротивления. Казалось бы, где как ни в ледяном раунде останавливать факира? А вот и фиг с маслом. Протектор ветеран безупречно защищает своего партнера по команде. При этом щит ветерана вообще почти не отключить. По крайней мере одной арбуза пульта это сделать будет чрезвычайно сложно. Таким образом огненный зомби спалил все салаты, и никто из мертвяков не остановился ни на секунду. Зева он тоже поджарил на расстоянии, ну и с арбузом поступит точно так же. Вообще сочетание факира и протектора ветерана получается одной из самых эффективных связок. Обе команды снова набрали по 5 баллов. Раунд с отталкиванием следует либо очень сильно переработать, либо вообще удалить. Редкая команда не набирает тут очки. Если же в сборке присутствует зомби, способный вывести из боя мангольд, то тогда испытание становится вообще легче легкого. Причем мангольд можно как заваншотить, так и ликвидировать с помощью стана или чего-то подобного. Сейчас фокусник даже пытается поддаться растениям, убивая одного из волшебников при телепортации, но даже так не очень верится в то, что первобытные грохострелы справятся с этим нашествием нежити. Где-то зомби уже полностью обеспечили себе проход, где-то остался грохострел в единственном числе, ну а после того, как фокусник достал голубей, ситуация для растений и вовсе стала патовой. Можно, конечно, еще подумать, что после смерти некоторых магов растения вернутся на лужайку и смогут защитить некоторые дорожки, но на самом деле нет. При помощи телепортации прорыв еще сильнее ускорился, а главное в нужных местах. И вновь команда «Как достать соседа» сейчас продемонстрирует силу связки факира и протектора ветерана. Гороховые булыжники не могут никого оттолкнуть из-за того, что врезаются в щиты. Факиры этим пользуются и ровной гридой начинают сметать все на своем пути. Три залпа и на лужайке не остается ни одного растения. Очень легкая победа этой команды. Впрочем, в этом раунде обе сборки снова набрали по 5 баллов. Три раунда подряд не могут растения отнять ни одного балла ни у одной команды. В раунде с монструозными ближниками обычно кто-то дотеряет очки. Даже наличие волшебника тут не гарантия набора 5 баллов, ведь проклятие можно снять, и затем, если зомби не успели далеко уйти, латук отработает в обратную сторону. Сейчас первые пять растений превратились в овец, причем один маг был телепортирован с нижней полосы, на которой теперь не страшно активировать косилку. И так совпало, что на ней действительно с помощью следующей телепортации протектор доезжает до цели. Косилка уехала, но все волшебники живы. А вот на верхней полосе, где сейчас толкатель активирует вторую косилку маг, все еще присутствует. Интересно, какие именно растения он заколдовал? Появляется латук на второй полосе, но там конус уже ушел далеко, так что эта полоса не устоит. Еще один маг задавлен, и это тоже никак не сказалось на ситуации в сражении. Все пять косилок удалось активировать зомбарям. Переходим ко второй команде. Тут никаких неожиданных ситуаций быть не должно. И латук, и ледогриб не достанут факира, который с безопасного расстояния снова сожжет растения. Только теперь ему придется осуществить всего лишь два залпа. Получается, это четвертый раунд подряд с пятью баллами для обеих команд. Но на самом деле для фаер-шоу это уже не важно. Все потому, что отрыв 18 очков уже не отыграть. На самом деле я проспал момент, ведь эта команда лишилась шансов на победу еще после раунда с отталкиванием. Теперь она просто поборется ради собственного престижа. Хотя бой начинается для нее не лучшим образом. Двух волшебников уже ликвидировали тучи голубики. А именно волшебники тут очень важны. Вообще в этом раунде также играет огромную роль численность команды. Даже по чемпионатам растений мы с вами помним, что персонажи с фаншот-атакой не переносят спам. И казалось бы, аркадные автоматы должны здесь обеспечить наличие большого количества зомби, с которым растениям будет тяжело справиться. Но также желательно и не медлить. А вот с этим у фаер-шоу большие проблемы. Команда оказалась очень медлительной. И если бы не голуби-фокусников, я вообще не удивился бы тому, что все пять косилок остались бы на месте. Но благодаря птицам удалось сократить количество голубик, а также активировать одну косилку и поставить под большую угрозу верхнюю полосу. На трех же дорожках пониже дела идут к тому, что зомби не удастся прорваться. Три голубики и три хватки — это слишком большое количество помех для трех аркадных автоматов. Они, конечно, могут производить 8-битных зомби бесконечно, но только если на лужайке присутствует хотя бы один зомби. В конце концов, растения добились такого момента, в котором всех зомбарей удалось убить разом, и это конец раунда. Почти каждый бой с участием фаер-шоу затягивается, а вот как достать соседа, наоборот, очень быстро и решает свою задачу. Мне кажется, что именно ко второй команде больше применимо имя фаер-шоу, ведь факир его устраивает почти в каждом раунде. Почти, но не в каждом. Сейчас, например, всех огнедышащих зомби ликвидировали голубики и хватки, и теперь этой команде нужно доказывать, что она и без факира на что-то способна. Кстати говоря, сиамские близнецы здесь очень полезны, ведь при ударе молнии они не погибают, а наоборот размножаются, хотя голубики и не очень-то спешат их убивать. В итоге это все приводит к той самой ситуации, по которой мы даже голосовали в телеграм-канале. Напоминаю, что большинство отдало голос за то, чтобы давать балл за ту полосу, где близнецы перепрыгнули косилку, даже несмотря на то, что сама косилка осталась на месте. В итоге фаер-шоу берет 2 балла, а как достать соседа — 4, хотя косилки активировали всего 3. Остался последний раунд — это полоса препятствий. Жуткое испытание, в котором редкая команда набирает очки. Обычно здесь ограничивается одним-двумя баллами, а чаще всего и вовсе без набора очков. Бедный протектор попал в ловушку Бумбери, а вот фокусник успел сделать свое дело и телепортировал конуса поближе к лозе. Он даже почти начал ее кусать, но броню с его головы сбили, а дальше уже и самого прикончили. Не удалось этому бедолаге заработать балл. Остальным зомби вроде бы удается разными путями улизнуть с центра, но затем им все равно приходится туда вернуться и повстречаться с сельдереем. А этот зверюга никого от себя не отпускает. В общем, не удалось фаер-шоу удивить нас в этом раунде. Быть может, второй команде удастся? Вот тут бы Факиру, по идее, нужно было атаковать и прикончить сельдерей. Но, видимо, Сажа застелила глаза этому зомби, и он не заметил смертельное растение под землей. Скорее всего, это будет для него роковой ошибкой. Но, посмотрите, он все равно умудрился разом спалить две лозы перед собой. Пусть он далее и действительно погиб, но пользу команде принес. Больше уже вряд ли кто-то из этой команды наберет хотя бы еще один балл. Протектор-ветеран тут тоже попадает в ловушку к Бумбери. Он так и будет вечно мучиться со своим щитом на одном месте. На этом битву можно заканчивать. В последнем раунде фаер-шоу потухло, а «Как достать соседа» получает еще два балла. Финальный счет 62 на 40 в пользу команды «Как достать соседа». Она становится последним полуфиналистом. Причем это первая команда за два турнира, которая смогла набрать в четвертьфинале больше 60 очков. Так что, может быть, эта сборка является темной лошадкой всего чемпионата. Забавно, но в полуфинале нас ждет сражение Факира и Факилоносца. Вот где будет настоящее фаер-шоу. Два имбовых огненных персонажа в одной битве. Лично мне интересно, кто кого. Но в следующую субботу у нас другой полуфинал, в котором сразятся «Адская какафония» и команда «Ты кто?». На самом деле, если второй полуфинал это разборка огненных зомби, то первый это разборка на Диком Западе. Ведь в обеих командах целая россыпь персонажей именно из этой локации. Так что ждем, должно быть интересно. Апгрейд я опубликую на грядущей неделе в Телеграм-канале. Подписывайтесь. Ну а на этом у меня на сегодня все. Кому нравится мой контент, тот может поддержать лайком. А я говорю вам спасибо и увидимся в следующей дичи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok